Приветствую, друзья! У меня на столе первый в мире игровой монитор с функцией KVM. Что это такое? Здесь есть Type-C разъем. Сейчас у меня клаватура и мышка подключены к USB в сам монитор. И дальше USB-B идет в компьютер. В мониторе есть Type-C разъем. Если мы используем Type-C на Type-C, втыкаем и при подключении сюда любого устройства, будь то это мобильный телефон, будь то это какой-то маленький ноутбук, средний ноутбук, другой компьютер, он подключается. Изображение с него выводится на дисплей и я продолжаю вот этим новым устройством, которое подключилось через этот разъем, пользоваться клавой и мышкой. Это очень удобно и давайте попробуем все это дело на деле. Монитор игровой и здесь 170 Гц у нас поддерживается. Сразу запустим тест, открываем специальную программульну, TFT-монитор, тест версии 1.5. Разрешение у него WHD, соответственно 2К, разрешение. Вот, 170 Гц сейчас подключен. Видюх у меня стоит GTX 1080 Ti. Попробуем его, конечно, в играх. И, ну, 170 Гц, давайте запустим сразу тест с летающим кубиком. И сразу видно, здесь у нас отображает честные 5,9 миллисекунд. Вот отображение. И работает на 170 Гц. Все. То, что заявлено, здесь есть. Ну, дальше, в принципе, смена цвета этого кубика ничего не влияет. На что влияет у нас герцовка? То есть, соответственно, если мы будем играть, ну, в Counter-Strike, да, и у нас будет мощный компьютер, который будет давать 170 кадров в секунду, то при прыжке кого-то там через, к примеру, дверь, мы будем лучше это видеть. Это, на самом деле, так. То есть, герцовка, да, реально решает. Не скажу, что там, конечно, свыше 300 Гц что-то прям будет супер-мега различимо. Но 144, 170, это, в принципе, достаточно, это очень комфортно. Сразу покажу, как эта функция KVM работает. В принципе, можно сказать, такая штука была раньше, но прям вот ее настолько упростили и встроили в монитор, что это просто тупо работает. Смотрите, какая, ну, реально красота, на самом деле. То есть, сейчас у меня мышка, вот, все, компьютер подключена, я могу пользоваться полностью виндой. Это, на самом деле, очень удобно. Мы берем кабель Type-C, берем, к примеру, Samsung, любой мобильный телефон. Просто Samsung поддерживает у нас функцию DeX. Нам достаточно нажать одну клавишу смену входов, там, KVM она называется. Ну, а так, по факту, он меняет вход. Вот, и у нас продолжает работать вся та же самая мышка, клавиатура, то есть, для работы на смартфоне. Это у нас Samsung поддерживает эту вот такую мобильную версию DeX. Если вы подключаете любой другой Android-смартфон, то просто, как бы, дублируется экран, вот. А так, у тебя получается, как бы, второй компьютер. Ну, крутяк, да? То есть, заходим в интернет и дальше продолжаем работать. Вообще, тема, мне кажется, классная, да? Что не надо постоянно там куда-то ничего перетыкать. Это, я еще так сделал красиво, что у меня, хоп, беспроводная клавиатура, беспроводная мышка. И тут вообще, ну, минимум проводов, только вот один кабель сюда идет. И я всегда могу поработать и на мобильном телефоне, все, что угодно написать. Плюс, отсоединить, хоп, пошел. И у меня дальше опять на, соответственно, источник переключится. Тема классная. Плюс, если мы подключаем отсюда, получается, ноутбук, то плюс еще устройство заряжается. Все ли устройства поддерживаются? Нет, не все. К примеру, вот в этом ноутбуке есть Type-C разъем. Он используется и для зарядки, я так понимаю, может, для подключения. Хотя здесь есть HDMI отдельно, но, к примеру, при подключении в такой ноутбук у нас происходит его зарядка. И это плюс. Если при подключении источника у нас, соответственно, ну, просто ничего не происходит. И ноутбук нам говорит, что нет, я с этим работать не буду. Здесь поддерживается охват цветового пространства 92% DCI-P3 и 140% sRGB. Ярко заявлено 350 кандел на метр квадратный. Контрастность 1000 к 1. Динамическая контрастность 100 миллионов к 1. Угол обзора 178 по вертикали и по горизонтали. Есть поддержка HDR по стандартному весу дисплей HDR400. По входам. Здесь есть два HDMI порта плюс один дисплей-порт. Разъем для наушников есть. Самих динамиков, встроенных в мониторе, нет. Есть USB-B для соединения с компьютером. И два USB 3.0, которые можно использовать для подключения любого устройства, ну, как бы, можно сказать, к компьютеру, либо для подключения как раз мышки и клавиатура. Чтобы потом это вот через функцию KVM работало с другими устройствами. Можно использовать стандартную ножку для подставки, либо повесить на кронштейн типа веса, там, 100 на 100. Размер экрана 27 дюймов и используется здесь IPS. Здесь используется торцевой тип подсветки. Поверхность матовая, ну, соответственно, без бликов. Значит, по регулировкам есть такое самое нижнее положение. Это очень удобно. Опускается вообще практически в самый низ. Плюс можно его офигенно выдвинуть. Задвигаем. И плюс самое верхнее положение. Вот такое самое верхнее положение. И, ну, блин, это слишком высоко. Но классно, что можно построить под любого пользователя. Давайте. Давайте сделаем вот так вот, средненько. По самим рамкам. Здесь как бы плоская поверхность. Снизу немножко вот эта вот большая рамка выступает. Значит, дисплей у нас, сами рамки начинаются внутри. Здесь вот вообще все плоское. Ну, как видите. Значит, впереди у нас есть светодиодик. Все это через меню можно выключить. Посередине надпись Gigabyte. Ножка, которая идет в комплекте, завенчивается на один винт. Плюс на веса можно повесить. Никаких больше нигде подсветок нету. Ну, сейчас у нас вот 230 кадров в секунду рисует Counter-Strike. И, соответственно, даже вон это 340 было. Так что 170 Гц тут вообще прямо кстати. Ну что, давайте зарубимся, к примеру. Давайте. Гоу-гоу. Вау, что-то мы лагаем, парни. Но это уже, это проблема интернета. Вау-вау, все, сейчас. Ничего не вижу. Я, конечно, здесь вам не покажу супер-мега игры, потому что, сорян, я в Counter-Strike Go не играю каждый раз. У меня немножко другие интересы, но для теста вполне себе. Пойдем рашить. Ух ты, странно, никого нету. Ладно, я пока засяду, подожду, пока, может, кто-нибудь пройдет. Сейчас обязательно воспользуюсь 170 Гц, чтобы кто-нибудь зашлепает. Ну что, давайте, кто там? Никого нет, все убежали. Вот я сидел, сидел. Вот, 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 вот. Yes. Смотрите, я даже убежал. А ну-ка, я сейчас здесь посижу. А, все. Вот так смотришь. Вроде игровой, но очень все сдержано. Здесь единственное, что выдает такую, знаешь, агрессивность, это, наверное, ножка. Вот он здесь. Вот здесь как раз потребуется. А, вон они. Ну, давай. Эх, так, ничего не видно. Headshot. Ну, вот, видимо, 170 Гц пригодились. Они не ожидали, что такое-то просто, знаешь, парень выбежит и начнет всех. У меня старая школа, надо рашить сразу. Давайте сейчас немножко покажу вам по управлению данным дисплеем. Сзади находится один джойстик, которым очень удобно управлять по меню. Там нету кучи кнопок. Есть одна клавиша смена входов. Ну, как она называется, QVM. Здесь на ней прям даже написано. Дальше у нас есть сразу быстрый доступ к black эквалайзеру. Дальше слева у нас громкость на наушники идет. Справа выбор опять input входов. И если вниз нажимаем, здесь у нас выбор, соответственно, режимов. Есть предустановленные, есть три кастомных. Убираем стандартный. Я сейчас поставил яркость на 30% чтобы, соответственно, камера могла записать. Нажимаем середину. Здесь у нас меню. Здесь у нас сразу QVM вот это настраивается, что мы можем дальше менять входа, какие нам нужно. То есть, которые у нас работают с USB-B, куда это изначально идет. Плюс это вообще можно включить, можно выключить данную функцию. Справа Game Assist. Здесь у нас стандартный набор. Есть игровой таймер, который поверх всех окон идет. Игровой счетчик. И есть сразу FPS. Дальше есть Crosshair, чтобы можно было стрелять поверх, короче, получше стрелять, особенно в Counter-Strike. Есть дэшборд, соответственно, который нам будет выводить всю информацию про CPU и так далее. Находится все здесь вот. Наверху здесь полностью все настройки. То есть, мы настраиваем игровой режим. Black Equalizer. Super Resolution. Display Mode. Overdrive. И AMD FreeSync Premium здесь поддерживается. По настройке каждого режима все находится здесь. То есть, стандартный настраиваем яркость, контрастность, blue light, температуру и так далее. Здесь у нас, соответственно, Input. Picture in Picture. Picture by Picture есть. То есть, можно сразу с двух ходов ты можешь включить сюда PlayStation. Сделать ее маленькую. Подключить компьютер, сделать ее большую. Либо будет два изображения. Но это удобная тема. Хорошо, что такая есть, но не всегда, конечно, применяется. Конечно, есть русский язык. Но я его сейчас не ставлю, потому что мне на английском как-то намного прикольнее. Даже можно вот такие вот вещи подсоединять. То есть, у меня маленький ноутбук заряжается сейчас. Если я меняю вход, соответственно, что у меня дальше происходит. Работает это только с теми устройствами, которые поддерживают USB 3.0 Gen.2. Именно в исполнении Type-C. Вот у меня вот этот маленький ноутбук, он не поддерживает. Соответственно, он работает, можно сказать, наполовину. То есть, изображение выводит, но мышка эквалатуры не поддерживается. Что у нас получается по стоимости? То, что я нашел, стоит 34-35 тысяч рублей. То, что можно сейчас найти у нас в Российской Федерации. По итогу, по внешности, монитор строгий, солидный. 34-35 тысяч рублей, 170 Гц, 2К. Плюс вот эта фишка, на самом деле, удобная, с одной стороны. С другой стороны, то есть, ты ей должен пользоваться. То есть, покупая такой монитор, да, ты знаешь, что у тебя есть такая фишка. Тебе не нужна такая фишка, такой монитор не покупай. Даже без этой фишки, но монитор нормальный. Плюс есть фирменное ПО, называется OSD Sidekick. То есть, здесь вся та самая тема по настройке, только у нас через приложение. Здесь можно выбирать тенпуты, настраивать этот KVM+. То есть, все то же самое, что в мониторе, можно делать здесь. Спасибо, что досмотрели. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok